До христианских времена, до Руси, был в ходу тотемный годослов, или по сегодняшним меркам его можно назвать славянский гороскоп. В нем четко отражается гармония человека с природой. Может быть, кто и не знает, но по этому гороскопу парящий орех, олицетворяющий благородство, стремительность, силу и зоркость является символом 2019 года. Но только обязательно учтите, что год по этому гороскопу начинается 21 марта, в день весеннего рана Диастрия. Орех – очень гордая птица, и ее по праву называют царственной. И деду-птицу природа наделила стойкостью, упрямством, терпением и способностью переносить всевозможные невзгоды и лишения на пути к достижению своей цели. Орех – очень независимая и свободолюбивая птица, поэтому вступающий в свои права 2019 год благоприятен для открытия и новых познаний. Даже незначительные события в вашей жизни смогут оказаться знаковыми, и они обязательно принесут для вашей жизни положительные эмоции и события. Стоит обязательно больше времени уделять тому, что особенно важно и благо для вас. Такая внимательность поможет избежать множества ошибок и неприятных обстоятельств. Обратите внимание на то, что парящий орех не любит лень, хамство, невежество и предательство. Именно такие качества, которые влекут за собой отрицательные события в вашу жизнь. А теперь чуть-чуть поговорим о 2018. Это тот год, с которым мы окончательно простимся – 21 марта. 2018 год – это год свернувшейся ежа. Да, это милый, колючий зверек, который всегда сможет себя защитить и не даст себя в обиду. Миролюбивое существо зря нападать не станет. В любой опасной ситуации свернется в клубок, и трава не расти. Хотя, если надо, то еж и медведин из берлоги выживет. Выйдет из неравной схватки победителем. Его основные качества – шумный, беспокойный ночной охотник. И поседлив, и суетлив, цепляется к мелочам, к деталям. Давайте с добром отпустим такой год. Вернемся все же к будущему – 2019 год, к парящему орлу. Год благоприятен для установления добрых и крепких отношений, наполненных любовью и заботой друг о друге, а также очень благоприятен для карьерного роста. Орел издревле считался символом здоровья, долголетия, и поэтому для сохранения здоровья важно научиться сохранять спокойствие и вести активный образ жизни. А теперь я расскажу сказ про парящего орла. Высоко-высоко в горах, где вершины заснеженных гор соприкасаются с белоснежными облаками, живут орлы. Из поколения в поколение они там бьют гнезда, создают пары, высиживают птенцов. В свою очередь птенцы вырастают, создают свои пары, тоже бьют гнезда и заботятся о потомстве. И так повторяется с поколения в поколение. Один молодой орел перестал каждое утро влетать из гнезда на охоту. День не вылетает, два не вылетает, а в его кнезде лежат четыре яйца. Вот-вот птенцы скоро вылупятся. Зашумели птицы из его стаи, заволновались. Позвал вожак, стоя к себе молодого орла и спрашивая, «Скажи, почему ты перестал вылетать из гнезда на охоту?» На что молодой орел ответил, «Каждый день мы делаем одно и то же. Утром вылетаем из гнезд. Охотимся целый день, вечером возвращаемся с добычей обратно, ночью спим. На следующее утро опять вылетаем, охотимся и возвращаемся. И так постоянно изо дня в день, из года в год. Ничего не меняется, каждый день одно и то же. Каждый день похож на предыдущий, как одна капля дождя на другие капли. Мой отец жил так, мой дед жил так. Я не хочу. Я хочу все поменять. Я чувствую, что создано для чего-то большего. Я чувствую, что могу больше. Я хочу жить по-другому. Я хочу изменить свою жизнь. И в то же время я понимаю, что у меня семья, любимая, и скоро будут дети. Что делать? Как дальше жить? С одной стороны, я люблю свою орлицу и будущих птенцов. Я знаю, что я им нужен. Я знаю, что нужен стай. С другой стороны, мне очень тесно в такой жизни. Каждый день одно и то же. Из гнезда в она охоту, с охоты в гнездо. Крылья опускаются. Летать не хочется. Хочется все бросить. И улететь, не оглядываясь, навстречу чему-то новому, неизвестному, великому. А на душе тяжело. У меня семья. Я их люблю. Я им нужен. Как быть? Ты вожак. Ты мудрый. Ты много повидал. Тебе доверяют все птицы наших гор. Подскажи, как жить дальше. Орел-вожак посмотрел на молодого орла, обнял своим крылом и сказал. Да, каждый орел должен охотиться каждый день для того, чтобы прокормить себя и свою семью. И никому в голову не приходит мысль о том, что так поступать неверно. Так жили наши предки. И предки наших предков. Так живем мы. Это закон природы. Мы делаем это для того, чтобы наши птенцы появлялись на свет и тоже могли жить и продолжать нашу роль. Молодой орел вздохнул. Я знаю, согласен. Но как же быть мне? Как жить, не заставляя себя без гнетущего чувства, что моя жизнь однообразна, скучна и практически бессмысленна? Старый орел выпрямился, расправил свои крылья, встрепенулся. Потом опустил голову к молодому, сомневающемуся орлу и шепнул ему что-то. На следующий день все старые увидели, как молодой орел вылетел из гнезда. Он летел впереди всех. Он охотился быстрее всех и вечером первый вернулся в гнездо. Этой ночью у них с орлицей вылупились четыре прелестных птица. Утром молодой орел вылетел из гнезда, взмыв высоко-высоко вверх, к облакам и гордым крикам оповестил всех в округе о радостном событии. И теперь каждый день он вылетал из гнезда, охотился и возвращался к своему семейству с добычей. И больше никогда не позволял себе сомневаться, а стоит ли все это делать. Прошло еще какое-то время, и стая выбрала этого орла вожаком. Он управлял птицами долго и мудро. Ему доверяли, с ним советовались. И все знали, что в нужный момент вожак поможет, подскажет, направит и даст правильный совет. Вы спросите, что же сказал вожак молодому, который в одночасье изменился и понял, как надо правильно жить и к чему стремиться? Ничего особенного вожак не сказал. Он молодому орлу дал очень важный совет. Если хочешь жить интересно, запомни одно правило. Просто-напросто, каждый день чуть-чуть лучше делать то, что ты делаешь, к чему стремишься. Чуть-чуть, но обязательно ежедневно. Вот такая история приключилась далеко-далеко в горах, где живут орлы, благородные и свободные птицы. Люди испокон веков слагали о них легенды, песни и сказки, которые передавали из поколения в поколение. Орел с его 2019 года является символом свободы. Парящий орел будет править мудро и справедливо. Окажет положительное влияние на все жизненные сферы. С его года орел даст нам силы оставаться сильными и стойкими, в любых ситуациях, которые готовит нам наступающий год. Парящий орел поможет заглянуть за грань мира, то есть в океан открывающихся возможностей и оживающей мечты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok